Ну, давно мы с вами не виделись. Говорят, сегодня журнал ваш появился. И месяца не прошло это просто. Они, кстати, мне напоминают... Сейчас, конечно, не очень по теме, но... Еще времен Советского Союза анекдот, когда совсем Америка с Россией разругались. И уже дело доходит до ядерной войны. Леонид Ильич Брежнев говорит, всем приготовиться к обороне. Ну, доклад. Московский военный округ к обороне готов. Дальневосточный к обороне готов. Ну, американцы на нас ракеты. А мы на них две. Они на нас три. Мы на них четыре. Кидаем, кидаем. Ну, ракеты России закончились. И звонит. Я уж не помню, кто там при Брежневе был. Брежневе. А, говорит, у меня еще осталась одна ракета, а у вас нет. Мы победили. И тут звонок к Леониду Ильичу. Ленинградский военный округ к обороне готов. Он говорит, да, мы не победили. Ну, тут и журналы так. Так, какие вопросы? Ну, нет, я думаю, я помню по номерам. Можно сначала протесту вопроса? Там один взгляд ответа был на данном уровне и проекции скорости проекции на Y радиус вектора, но там не было R0 в формуле. И это вариант считался как правильный, хотя она сама формула неправильно написана. Почему? Почему нет? Это, например, R0Y равно В0Y, ТА плюс, ну, там, АY, ТА град пополам. Но R0Y уже нет. А можно сейчас... А разве у нас нет утверждения об однородности пространства, когда можно выбрать начало какого-то? Ну, когда надо было, наверное, писать, что это начало было. Нет. 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 Так. Есть варианты слева, которые были рассчитывали ваш катастрофик от правильной. Там рассматриваются ситуации оброзков в хоруле. Говорится, что территория это хоробол, и условия, что уже это константен. И защитывается правильная фен, где формы зависимы формы Y не сходятся на металли. Что, что? Размерности не сходятся. Да, там никак не зависит от начальной скорости не времен. Там, где выражается Y через Y, У вас получается два слагаемых. Одно с правильной размерностью, то есть метрами, а другое получается метр в квадрате или метр в кубе. И у вас получается метр минус метр квадратный, или метр минус метр в кубе, или как-то так. Ну вы, так трудно сказать, не сфотографируете экран. Нет, может быть там, конечно, не выйти печаль. То есть там ножи не поделилось, что ли? Нет, там сфотографируется. Там много квадратиков может быть. Надо смотреть там. Сейчас, можно, я тебе покажу. Так трудно сказать, так трудно сказать. Так, и задача. Значит, еще одна просьба. Значит, там кто-то, кто-то на Олимпиадах был или где-то, это нигде не отвечалось, поэтому пока у меня стоят единички. Если у вас не было, то нет. Спрятаться числа, статы, уравнение матрицы нас отчисляют. Но мы возвращаемся и вновь на науки в атаку бросаемся. Давай за вас, учись, брат, до конца. Давай за тех, кто верил в результат. Давай за тех, кто это создавал. Давай за всех, на кофе спад стоял. Нет, нет, есть еще одна проблема. Про векторное произведение, про скалярное. Помнили бы олимпиаде? Да. М? Ну там я же вам онлайн давал. Что? Не было, что ли? А про онлайн, про это я вам разве и не давал. Это интересно. Это интересно. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Так. Как же нам надо посмотреть? Ладно, сейчас я расскажу, что хотел, а потом посмотрим. Сейчас, нет. Так. Значит, я бы хотел все-таки показать решение домашней задачки, которую никому, еще не на сегодня, а на тот раз, никому полностью не засчитал, насколько я помню. Там было что-то такое. Стоял электровоз, и к нему, со скоростью V с ноликом, находясь на расстоянии сейчас L с ноликом, катился вагон. При этом, из-за того, что на него действовало трение, у него было постоянное ускорение, а направленное против движения, надо было найти ускорение электровоза, для того, чтобы между ними произошла мягкая сцепка. Ну вот, как бы я решал и оформлял решение этой задачи. Ну и здесь там дано, а все это сейчас здесь мы не пишем. Ну, для начала я бы ввел, конечно, систему координат. Я бы вот так ввел ОСХ, так вот ввел, где находится сейчас вагон ОСУ, так ОСЗ. Ну и, наверное, первым пунктом я бы написал все-таки. Поскольку и электровоз, и вагон – это тела, которые двигаются по условию равные ускоренные, я бы написал два уравнения. пунктом 1. Р от Т – это Р с ноликом плюс В с ноликом. Т плюс А с ноликом пополам Т в квадрате. И В от Т – это В с ноликом плюс А с ноликом Т. А в скобочках бы написал известные формулы равного ускоренного движения. Вторым пунктом я бы конкретизировал это все, скажем, для электровоза и прямо бы спроецировал на ось Х. Тогда для электровоза Х от Т равняется начальное положение L с ноликом плюс ноль В с ноликом Т плюс А в квадрате пополам. АВ от Т – нулевая скорость – это ноль, плюс АТ. Я бы написал здесь в скобочках конкретизация 1 для электровоза. Третье я бы стал писать для вагона. Х малое от Т равняется начальное положение ноль плюс В нулевое Т минус В нулевое А в квадрате пополам. И В от Т – это есть В с ноликом минус АТ. А в скобочках бы написал конкретизация 1 для вагона. Дальше бы написал 4. Т равно Т – время по определению мягкой сцепки. Итак, Т – это момент мягкой сцепки. Х большое от Т должно равняться Х малое от Т. Они должны находиться в одной точке. И второе условие в момент мягкой сцепки какое? Скорость В большое от Т равняется В малое от Т. Тут бы я в скобках написал условие мягкости. Дальше шестым пунктом я бы подставил соответствующие значения. Л с ноликом плюс АТ в квадрате пополам должно равняться В нулевое Т минус АТ в квадрате пополам. И второе условие АТ равняется В нулевое минус АТ. Тут бы я написал следствие 2, 3, 5. Но, господа, с этого момента два уравнения с двумя неизвестными. У нас неизвестное Т большое и А большое. Дальше идет презренная и простая математика, которую не надо комментировать. Ну и мы что-нибудь с вами в результате получаем. Наверное, А будет равняться В с ноликом в квадрате на 2L, так, наверное, да? Минус Амала, что-нибудь такое. Тут бы я написал следствие из 6. А уж как из этого это получается, это аритметика, друзья мои. Это просто аритметика. Теперь начинается самый интересный анализ. Ну, считать, что L с ноликом равно нулю, если сказано, что условие вагон там где-то едет, если бы и машинист увидел, наверное, L с ноликом не равно. Поэтому единственное, что здесь может быть, это ситуация, что А может быть как положительным, так и ответительным. Ну, наверное, еще когда В с... Ну, первая опасная ситуация. В с ноликом в квадрате на 2L с ноликом равняется А. А с ноликом. Ну, это значит, что вагон сам остановится здесь. Ехать никуда не надо. Ну, как бы эта формула это и объяснила. Тут никаких опасностей нет. Опасность здесь в другом. А что будет, если В с ноликом в квадрате на 2L с ноликом меньше, чем А с ноликом? Тогда формально получается, что электровозу надо ехать не в эту сторону, а куда? В обратную сторону. Только произойдет ли мягкая сцепка в этом случае? Нет. Потому что вагон-то остановится, а если сюда поедет равный ускоренный электровоз, он вмажется. Тогда возникает вопрос, а почему нам формулы показывают глупости? Почему отрицательное время тоже будет положительное? Да. Мне кажется, формула положения вагона считает, что он после остановки начнет равный ускоренный ускоренный? Да. Дело в том, что движение вагона не совсем равно ускорено. Если у него А направлено сюда, то он должен был катиться, катиться, замедлиться, остановиться, а потом что делать? Покатиться обратно. А на самом-то деле его ускорение возникает из-за действия сил трения, а силы трения устроены довольно мерзким образом. Они не являются константами, они всегда направлены против движения. И как в тот момент, если бы он остановился и сила бы трения осталась, то, естественно, она бы не могла потащить его в эту сторону. Потому что сила трения направлена в направлении против соприкасающихся поверхностей. Поэтому в этом случае, на самом деле, вот уже это уравнение для движения вагона, оно неправильное. Это все верно до тех пор, пока время меньше времени остановки вагона. А после этого никуда в обратную сторону вагон не покатится. Господа, все уравнения физики, они не являются правильными. Они примерно правильны в узких диапазонах условий. И вот здесь... Нет, конечно, если бы вы здесь написали, что это так, если... Тогда бы анализ не нужно. Тогда бы было все одно случайно. Но если мы здесь с вами лошанулись, А в ответ, посмотрев на ответ, увидели, а чего-то тут не то. Вот для этого и нужно. Ну, а теперь ответ, наверное, такой. Если В с ноликом на 2Л с ноликом больше или равно А с ноликом, то так? Если так, то решение нет. Вот так вывезет решение этого заключения. Хотя, конечно, лично я-то ожидал, что решение будет другое. Но другого решения никто из вас не отложил. А решение можно было... Я уж не буду теперь говорить как оформление. А решение можно было сделать совсем-совсем другим способом, чтобы задача превратилась в устную задачу, в одно действие. Выберем удобную систему отсчета, связанную с электроплозом. Я бы написал вот здесь бы. Написал бы Х' Y' Z' И эта система отсчета будет двигаться с ускорением А вместе с электровозом. Тогда в этой системе отсчета в начальный момент времени... Вагон на каком находится расстоянии от электровоза? Восьмой. Хорошо. С каким ускорением движется электровоз относительно машиниста в электровозе? 0. А штрих в этой системе отсчета равно нулю. Почему? Классический закон сложения ускорения. А с каким ускорением в этой системе отсчета движется вагон? Если бы электровоз стоял у вагона, ускорение А было бы направлено в суд. Лучше так. Если бы вагон стоял на месте, а электровоз поехал сюда, для машиниста электровоза с каким ускорением двигался вагон? С ускорением по модулю равным А, но направлено сюда. А тут и у вагона ускорение А, и у электровоза ускорение А большое. Поэтому ускорение вагона в этой системе отсчета... Это есть... Значит, там было сказано, что А по модулю было дано. Тогда минус А, минус А больше. Но это его ускорение в проекции на 80-х. Итак, для машиниста электровоза вагон движется равнозамедленно вот с таким ускорением. Какое расстояние ему нужно проехать для того, чтобы произошла сцепка? Эльцинолик. Какая скорость должна вагона быть относительно электровоза в момент сцепки? Ноль. Поэтому, двигаясь равным ускорением, вагон должен проехать вот такое расстояние. В начале у него была скорость В с нуликом, в конце его скорость стала равной 0. Расстояние L с нуликом равняется. В конечное в квадрате сколько? Ноль. Минус В начальное в квадрате. А2А. Знаете, формула такая есть. Для равного ускоренного движения. Подставляем всё сюда. Получаем В с нуликом в квадрате на А плюс А. Отсюда, естественно, А. Это В с нуликом в квадрате на L минус В. Выбирайте удобные системные расчеты. Кстати, то же самое касалось задачи свиньи Пухова. Можно было, конечно, записать координаты Винни-Пуха в любой момент времени. Можно было записать координаты снаряда в любой момент времени и их приравнять, чтобы Х1 равнялась Х2В1В2. Но гораздо удобнее. Винни-Пуха висел на шарике на высоте. А вот здесь в него стреляли. Понятно, что Винни-Пух начинал падать. Снаряд летел так и должен был попасть как-то на Винни-Пух. Но если перейти в систему отсчёта, связанную с Винни-Пухом, происходит... Можно пробовать? Ну, попробуй. Только там пройдём. Здесь я? Нет. Можете правильно написать и рассказывать? Так, если можешь, пожалуйста. Хорошо. Заметим, что у нас сила тяжести действует одновременно и на снаряд, который у нас вылетает из пушки, которым стреляет Винни-Пуха, и на Винни-Пуха после того, как он отпускается от шарика своего. Вот. Ну, хорошо. Выглядит как что-то удобное, учитывая, что у нас есть два тела, оба из которых будут потом двигаться с ускорением G. Давайте тогда, собственно, перейдём в свободно падающую систему отсчёта. То есть, в свободно падающую систему отсчёта, которая движется с ускорением G. Тогда что мы можем сказать? Тогда мы можем понять, что в этой системе отсчёта снаряд полетит равномерно и прямолинейно, что самое важное? Да, с точки зрения падающего Винни-Пуха снаряд летит без ускорения. По закону сложения ускорения, следовательно, он летит прямолинейно. Вот. А Винни-Пух при этом словно у нас зависает в воздухе, потому что у него не было никакой начальной скорости. Поэтому, когда он перешли в свободно падающую систему... Винни-Пух с точки зрения Винни-Пуха вообще не падает. Он относительно себя никуда не движется. Он видит две неприятности. С одной стороны, летит снаряд прямолинейно с постоянной скоростью. А с другой стороны, снизу на него равно ускоренно несётся что? Земля. Такая неприятная ситуация. И осталось очень пусто. Да. Если снаряд летит прямолинейно, то куда целиться надо? Соответственно, нам нужно целиться прямо в Винни-Пуха. Естественно. Нам нужно сказать так, чтобы синус альфа... А, здесь вы спросите, тангенс тангенс. Тангенс альфа был равен H поделить на L. Ну, соответственно, альфа выражаем... Да, этого достаточно. И так, ответ надо стрелять под таким углом, чтобы тангенс альфа равнился H на L. Этого достаточно. Пока вы толком аркталницы не проходили, можно и на этом оставить. И так надо стрелять под таким углом. И тогда мы точно попадём при одном условии. Если раньше Винни-Пуха не собьёт земля. Хорошо, давайте теперь нам надо... Теперь, как мне кажется, надо посчитать, за какое же время он долетит до Земли. Ну, или в нашей стене, а что-то Земля до него долетит. Земля до него долетит. Ну, тут мы можем считать и вернувшись в обратную стандартную систему. Вот, ну хорошо, давайте тогда посчитаем время... А, ну, можем полностью расписать. Ну, тут у меня, скорее, проще будет обратно вернуться, чтобы считать. С теми отсчёта, тогда... Ну, мы записываем традиционное для нас в векторном виде выражение. Ну, ну, дальше давайте выберём оси. Ну, дальше давайте выберём оси. Ну, хорошо, давайте тогда теперь будем рассматривать уже как бы нашу задачу условно. h равно... Ну, мы можем выбрать ноль отсчёта на уровне с Винни-Пухом, чтобы считать его начальную координату нулевой. Так нам будет просто проще выводить дальше. Тогда у нас, получается, здесь координата Y нулевая у него изначальная. Его изначальная скорость в проекции на ось Y она нулевая. Остаётся только ускорение. Ускорение, как мы выбрали ось сонаправленную с ускорением G. Так что у него проекция... Ну, уже проекция положительная. Так что G в квадрат пополам. Ну, соответственно, из этого выражаем... Ну, давайте лучше T0 назовём. T0 — время падения Винни-Пуха. Т равно... Корень из 2 h, наверное. Хорошо? Хорошо. Это мы посчитали время, за которое Винни-Пух долетит до Земли. Либо в этой системе Земля долетит до Винни-Пуха. Хорошо. Теперь давайте посчитаем, с какой скоростью нам нужно запускать снаряд. Тут, опять же, удобно обратиться вот к этому рисунку, к этой системе отсчёта. Соответственно... Ну, давайте просто пока посчитаем время, за которое долетит снаряд, выпущенный как бы... Ну, то есть уберём пока, что Винни-Пух может удариться об землю. Просто посчитаем, за какое время снаряд выпущенный со скоростью... В0... Долетит до Винни-Пуха. Ну, тут несложно посчитать. Мы это выводим из... Ему надо пролететь гипотенузу, движется он с постоянной скоростью. Да. Соответственно, вот так и... Всё. Вот. Соответственно, мы посчитали время. Соответственно, теперь нам нужно наложить ограничение того, что Т должно быть больше, чем Т0. Ну, тут на самом деле зависит от того, как мы будем рассматривать. Если одновременно снаряд и земля прилетят к Винни-Пуху, то это спорный, условно, случай. Что непонятно, кто... Что он почувствует, да. Кто первый убьёт Винни-Пуха. Почему убьёт? Хорошо. Избавить отключения. Да. Ну, будем считать, что Т должно быть меньше, чем Т0. Но это... Но усмотрение решающее. Вот, изгоряет. Вот. Ну, да. Давайте здесь выразим В0. Из... Из... В0. В0. Ну, соответственно, корень из h квадрат. Плюс сеть квадрат. На... Т. Вот. Ну, теперь у нас, соответственно, Т меньше, чем Т0. Равное корень из двух h квадрат на g. Ух. А... Поделите на g. Я у всех не подставляю. Так, ну... Ну, что, Т подставить и все. Не очень удобно, но... Окей. Ну, что, когда... В0 должно быть... А... Соответственно, теперь больше, да. Больше, чем корень из h квадрат плюс h квадрат. Поделить на вот этот корень. Из двух h поделить на g. Ну, там можно сокращать. Там, например, корень вынести... Ну... Только в ответе не очень прилично оставляйте. Уж очень многоэтажные... Ну, вот, да. Поэтому давайте корень все-таки сделаем общую. Здесь мы можем, например, g перенести сюда. Да. Короче, наш квадрат плюс сеть квадрат. Делить на 2. А здесь на 2 h. Все? Да. Соответственно, мы объясним... Надо стрелять под таким углом. Надо стрелять вот под этим углом. Так, чтобы танген с альфа был равен на h поделить на g. И чтобы скорость снаряда была... И чтобы скорость была больше, чем вот это выражение. Ну, либо... Больше либо равно, если мы считаем, что если они одновременно с этого стрелять. Абсолютно верно. Вопросы? Да. А можно ответить на, например, h делить на сумму квадрата заменить на... Ну, 1 делить на синус альфа? Вот. И его можно использовать альфа... Ну, а потом альфа считать арктангенс. Ну, зачем? Ну, нам все равно нужно арктангенс посчитать, потому что... Нет, ну нет. Вообще считается, что в ответе... Ответ должен состоять из тех букв, которые даны в условии задачи. Нет, конечно, можно написать синус от арктангенс. Нет, ну, в чем время может написать альфа равен на тангенс от альфа? Ну, в принципе, можно, конечно. Но, конечно, такой ответ более элегантный. Так. Кто? Фролов, Станислав. Станислав, Фролов. Вот. Молодой. Так, стирать решение? Все, наверное. О, ничего не работает. О, ничего не работает. О, боже. О, боже. О, боже. Александр Сергеевич, а можно задать вопрос по сегодняшнему домашнему заданию? Ну, сейчас, конечно. Подождите, вот я попробую. Ладно, чтоб сейчас времени не тратить. Давайте мы... Ты напомнишь, что тебе нам будет пятерочку поставить? Спасибо. Спасибо. Так. Так. А что...